Неделя на Дону. Нарасскажем, что было сегодня и напомним о важных и интересных событиях. В студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. Подвиги не забыты, возложение гирлянды славы и концерт для ветеранов. Хочется пожелать, чтобы праздник Великой Победы придал вам силы, радости, здоровья на долгие-долгие годы. Впервые в колонне «Триумф С-400» и «Юнормейцы» – первая репетиция Ростовского Парада Победы. Иногда бывает передняя шеренга начинает быстрее идти, а задние не успевают. Изменить оценку качества услуг Василий Голубев внес предложение по развитию МФЦ на Госсовете в Кремле. Как минимум должна появиться возможность анализа причин низких оценок. Их доля сегодня не очень велика, но они по-прежнему остаются индикатором проблемы. Телетрапы уже установлены. Система обработки багажа на подходе. Аэропорт Плата все ближе к полетам. Система обработки багажа у нас французская компания «Альстеф». Это очень современная технологичная система. Зарыбление от зарастания, чистить Веселовское водохранилище от водорослей помогут белые амуры. В такой весовой категории, так скажем, 850-890 грамм, выпускается рыбная молоть впервые. Настоящий талисман ростовские гонболистки взяли под опеку львицу из ростовского зоопарка. Станно говорить, но я очень люблю пенгвинов. Гирлянду славы возложили сегодня к мемориалу воинам-освободителям на театральной площади Ростова. Цветы несут сотни людей. Первые лица области, главы городов и районов, студенты, кадеты, ветераны. Надежда Гриценко приехала из Таганрога. Вспоминает, как была ранена под Сталинградом, но продолжила поход на Берлин. После ранения я вернулась, меня направили в дивизию, 22-ю, зенитно-артиллерийскую. Тогда формировался 3-й Украинский фронт. И вот с этой дивизией я шла по Ростовской области, участвовала в освобождении Саур-Могила. Там много моряков погибло. Память павших почтили минутой молчания. По театральной площади прошла рота почетного караула. После чего ветераны отправились на праздничный концерт в Музтеатр. Напомним мы, как плавя шли, и как страну для нас спасли солдаты. К музыкальным подаркам награды за родную службу. Их вручает Василий Голубев. Знаком губернатора отмечены сегодня 11 ветеранов. Сегодня в Ростовской области проживает 3 тысячи 18 фронтовиков. Многих из них знаем лично, восхищаемся оптимизмом, жизнелюбием, великой скромностью. Хочется пожелать, чтобы праздник Великой Победы придал вам силы, радости, здоровья на долгие-долгие годы. Награждены ко Дню Победы и города с поселками. Наряду с городами воинской славы теперь есть населенные пункты воинской доблести. В первом списке Азов, Тацинская, Куйбышева, Матвеев-Курган, Самбек, Вареновка и Советка. Вернуться в счастливый майский день 45-го года смогут 9-го числа ростовчане. Будут танцы в парках, поддуховой оркестр и полевые кухни. Виталий Кушнарев рассказал, на Параде Победы сформируют колонны от каждого района и городского совета ветеранов. 48 фронтовиков проедут в открытых автомобилях. Учитывая возраст и состояние здоровья наших ветеранов, мы решили в этом году их везти на автомобилях УАЗ. От Буденновского проспекта до непосредственно места проведения парада, до театральной площади. После парада и прохождения техники на театральной площади начнется массовая вокально-хореографическая акция «Спасибо вам, родные наши деды», в которой примут участие полторы тысячи человек. А затем в 11.15 на площадь выйдет «Бессмертный полк». В авангарде колонна из 72 мотоциклов со знаменем Победы. Далее, что это действительно впервые в России будет участвовать техника времен Великой Отечественной войны, которая найдена нашим поисковым объединением, восстановлена Донским военно-историческим музеем, и она на своем ходу. В «Бессмертном полку» в этом году пройдут не меньше 80 тысяч человек. В 6.30 вечера после войны на театральной площади начнется галоконцерт, а завершится праздничный день фейерверком и салютом Победы в 22 часа. Парад Победы впервые отрепетирован на этой неделе. По театральной площади промаршировали полторы тысячи военных, спасателей, росгвардейцев и курсантов. В этом году в парадном расчете дебютируют юно-армейцы. И это еще не все новинки. Технический парад обещает быть по-настоящему триумфальным. Стараемся быть лучше, маршировать лучше, потому что мы лицо патриотического движения. Юно-армейцы тренировались перед дебютом целый месяц. Шаг от Чеканин осталось привыкнуть к новой, более ровной поверхности и новым ориентировкам. Свою колонну называют коробкой, которая даже малейшего сбоя не прощает. «Сбить ногу можно, но надо постараться побыстрее исправиться. Потом нет равнения в шеренге, надо это исправлять. Иногда бывает передняя шеренга начинает быстрее идти, а задние не успевают». Андрей Садреев – самый молодой участник парада. Ему 12 лет. Маршировать перед всем городом не боится, даже нравится. Особенно перед трибуной по команде «Смирно». А Юрий Шевель – человек опытный. Уже три раза прошел по Красной площади, как курсант Аксайского кадетского корпуса. А в Ростове пойдет впервые в знаменной группе. «Самый первый парад был в 2013 году. Это была 68-я годовщина победы над фашизмом. И три медали – это две от министра обороны за парадную Красную площадь и одна – это 10 лет корпуса за особые заслуги перед корпусом». Юнармия пойдет предпоследней. Форма будет другой – красной, парадной. А в авангарде парадного расчета – рота барабанщиц Белоколитвинского кадетского корпуса. Начинается парад выносом флага России и знамени Победы. Священную войну исполняет сводный военоркестр из 103-х человек. А в составе механизированной колонны. По городу впервые едут бронеавтомобиль «Тигр-М», танк Т-72Б-3 и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Всего в параде принимает участие около 50 единиц техники. «Тигр-М» идет первым. Это мощный, хорошо защищенный броневик массой 14,5 тонн. В голове колонны техника для боевых действий на Земле, а прикрывают ее зенитно-ракетные «Триумфы». Система С-400 в 2,5 раза мощнее устаревшей С-300. Она поражает воздушные цели на большой и средней дальности. Посмотреть первую репетицию собралось немало зрителей. Потому что хочется увидеть могущество нашей армии дважды. Еще будет две тренировки. Генеральная, как обычно, вечером 7 мая. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Прямую трансляцию «Парада Победы» и прохождение «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону будет вести наш телеканал «Дон-24». Начало в 10 утра. И к другим темам. Ряд предложений по развитию системы МФЦ внес Василий Голубев на заседание Госсовета, который прошел в четверг в Кремле под председательством Владимира Путина. По мнению донского губернатора, нужно распространить опыт оценки качества федеральных услуг на региональные и муниципальные. К примеру, из 246 видов услуг, представляемых сетью МФЦ на Дону, только 20% – это услуги федеральные. И таким образом, сегодня мы не имеем системной оценки в отношении почти 80% видов услуг, оказываемых муниципалитетами и регионам. Система оценки качества услуг должна стать еще более персонифицированной. Как минимум, должна появиться возможность анализа причин низких оценок. Их доля сегодня не очень велика, но они по-прежнему остаются индикатором проблемы. Важно точно знать причины неудовлетворенности заявителя. Например, если существенная доля плохих оценок приходится на конкретные виды услуг, нужно менять механизм взаимодействия с органами власти, которые предоставляют услуги. Также Василий Голубев внес предложение по повышению зарплаты сотрудникам МФЦ. Сейчас она 70% от средней по региону. А увеличить размер можно, разделив плату за самые востребованные услуги между федеральным и региональным бюджетами. Французская компания «Луис Дрейфус», крупнейший экспортер зерна, вернулась на Дон. Свою деятельность в России она начала еще в далеком 1864 году. И по объемам поставок пшеницы конкурировала с купцами парамоновыми. После революции бизнес закрылся. И вот теперь, спустя больше ста лет, семья «Дрейфус» снова вкладывает капитал в Россию. Новый зерновой терминал запущен на этой неделе под Азолом. Между подписанием соглашения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и торжественной церемонии открытия всего два года. В строительство зернового терминала компания «Луис Дрейфус» вложила 2 миллиарда рублей. На первом этапе объем перевалки пшеницы – 700 тысяч тонн в год. Потом планируется двукратный рост. Ростовская область производит от 9 миллионов тонн, в прошлом году больше 11, 11 800. Ну и потенциально новые технологии, развитие мелиорации, наша возможность развития плодородия нашей земли позволяет нам гарантированно обеспечивать загрузку таких терминалов и этого в том числе. Поэтому это событие для Ростовской области. Это событие не только для Донского региона. Это начало новой бизнес-эры для компании «Луис Дрейфус». Маргарита Луи Дрейфус – одна из богатейших русских женщин в мире. Она унаследовала состояние мужа в 2009 году. У компании большие планы на Россию. Азовский терминал – лишь первая ласточка. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Я всегда с теплом отношусь к России. И наш успех как группы в этой части мира тесно переплетен с успехом России на международном сельскохозяйственном рынке. Для меня большая часть возглавит группу «Луис Дрейфус», которая остается семейным бизнесом на протяжении 165 лет. Компания планирует построить еще один зерновой терминал в Тамане и надеется, что власти Краснодарского края окажут ему не меньше внимания, чем донские. Проект входил в губернаторскую сотню и был под личным контролем Василия Голубева. Ему даже пришлось обратиться к премьеру Медведеву с просьбой расширить границы морского порта Азова. Я надеюсь, что такой механизм сотрудничества частной компании и местной администрации станет образцом для других регионов России. Азовские и Таманские терминалы конкурировать не будут. Из Ростовской области суда с зерном пойдут в Египет и страны Средиземноморья. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Азовский район. Телескопические трапы уже установлены в аэропорту Платов. Специалисты начинают их налаживать. О плюсах крытых переходов и уникальной для России системы досмотра багажа журналистам рассказали во время пресс-тура. Ни дождь, ни снег, ни палящее солнце не будут страшны пассажирам. Попасть на борт самолета прямиком из аэровокзала позволят телетрапы. Переходные мосты и комплектующие свозили на 21 грузовой машине. Все 9 телетрапов уже на своих местах. Несколько недель ушло на установку. Теперь предстоит пусконаладка. А летом сотрудники аэропорта начнут учиться управлять этой техникой. Такие телетрапы немецкого производства используют в крупнейших аэропортах мира. В Париже, Лондоне и Мадриде давно оценили преимущества подобных крытых пешеходных переходов. Скоро к ним присоединится и Ростов. Пассажиры Платова пройдут по телескопическим трапам уже в декабре. Внутри пассажирского терминала тоже заметные изменения. Вышли на финишную прямую, заверяют строители. Завершается установка внутренних перегородок и инженерных систем. Смонтированы эскалаторы и лифты. Мы надеемся, что мы в ближайшие два месяца, как это было у нас запланировано, мы завершим все чистовую отделку. И дальше уже в терминале будут производиться какие-то точечные работы. То есть устройство зон общественного питания, коммерческие зоны магазины, бизнес-залы и тому подобное. Приступают к важному этапу – устройству системы обработки багажа. Уже на следующей неделе поступят первые карусели. В дальнейшем и дальше равными частями в течение каждых двух недель будут переходить следующие части системы обработки багажа. И где-то, наверное, к сентябрю месяца у нас уже будет завершен и большой такой масштабный проект по монтажу системы обработки багажа. Напомню, что система обработки багажа у нас французская компания «Альстеф». Это очень современная технологичная система. Досмотр багажа будут проводить с помощью томографов. Они создают трехмерное изображение и содержимое чемоданов видно в мельчайших деталях. Оборудование доставят в аэропорт к августу. Платов станет первым региональным аэропортом России, где установят такую систему контроля. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Оксайский район. И вот что еще о событиях недели на Дону расскажем далее. За рыбление от зарастания, чистить Веселовское водохранилище от водорослей помогут белые амуры. Такой весовой категории, так скажем, 850-890 грамм выпускается рыбная молоть впервые. Настоящий талисман ростовские гонболистки взяли под опеку львицу из ростовского зоопарка. Студно говорить, но я очень люблю тенки. Человек планеты теперь еще и пара-каратист. Таганрожец Сергей Бурлаков получил первый дан. Неудобства одни только могут быть. Отсутствие рук и ног. Если говорить про неудобства, а все остальное, все... Белый амур поможет спасти Веселовское водохранилище от зарастания. Эта рыба питается водорослями, а значит может стать естественным уборщиком. На работу в водоем на этой неделе выпустили 5 тонн молодняка. Около 6000 тонн двухлеток биологического санитара, как еще называют белого амура, выпустили в балке малая садовка Веселовского водохранилища. Общий вес выпущенной рыбы 5 тонн. Это впервые делается не за областные и федеральные деньги, или там муниципальные, а за деньги Ассоциация живая природа степи совместно с хозяйствующим субъектом здесь Агромак-Р. И в такой весовой категории, так скажем, 850-890 грамм выпускается рыбная молоть впервые. Выживаемость этой рыбы, по словам специалистов, стопроцентная, так что очистительная работа пойдет. Новоселы Веселовского водохранилища помогут не только улучшить экологическое состояние водоема, но и увеличить продуктивность других видов – тарани, леща, судака. На сегодняшний день, с 2012 года, выпущено более 450 миллионов штук молодей рыб. То есть большое внимание правительство области уделяет именно восстановлению наших рыбных запасов в наших реках, в наших водоемах. В Веселовское водохранилище еще выпустят под ногу новоселам. Весной почти полмиллиона 50-граммовых толстолобиков, а осенью еще белых амуров и сазанов. Продолжится и зарубление других донских водоемов. До осени в них выпустят еще 35 тонн рыбы. По областной программе развития рыбохозяйственного комплекса на переселение молодей предусмотрено 6 миллионов рублей в год. Елена Ребжанова, Дон-24, Веселовский район. Олимпийская чемпионка Анна Вяхерева любит пингвинов, но в качестве талисмана быстрой гонбольной команды их представить трудно. Так что девушки из Ростов-Дона причислены к хищным кошкам. Их талисманом стала настоящая львица Олесия в ростовском зоопарке. Ее клуб взял под опеку. Полтора года из своей двухлетней жизни Олесия живет в ростовском зоопарке. Меню в основном говядина и крольчатина, реже курица. Обед 6 раз в неделю. В прошлом году для львицы почти втрое расширили вольер и сделали для комфорта деревянные полы. Девочка очень игривая, очень молодая, интересная, очень любит играть в мяч. Почему я ей предложил, я являюсь болельщиком гонбольного клуба Ростов, всегда болеет за наши красавицы. И в пристрече с руководством предложил им взять под опеку именно Олесию, потому что она прекрасно, просто прекрасно так же владеет мячом, как и наши гонболистки. Такая же молодая, красивая, сильная. Поэтому мне кажется, это символично. Узаконить опеку над Олесией пришла олимпийская чемпионка Анна Вяхерева. Правый полусредний Ростов-Дона всего второй раз в жизни в зоопарке. Но теперь планирует приходить в такое дивное место почаще. Стыдно говорить, но я очень люблю пингвинов. Да, но на самом деле я думаю, что именно львица – это тот талисман, который должен быть у нашего клуба. Потому что я считаю, что мы проявляем всячески на площадке действия, которые можно сравнить с львами и львицами. Олеся, как истинная дама, любит различные подарки и игрушки. И гандбольный клуб в столь памятный день презентовал львице шину, которую можно подвесить, а дальше большая кошка сама разберется, что с ней делать. Зоологи за ней ухаживают и меняют периодические игрушки, чтобы ее было в номинку. Особенно по утрам, когда никого нет, она показывает просто феерическое шоу. Мы думаем, что мы сделаем видеосъемку и обязательно поделимся с вашим каналом. Внести свой вклад в содержание зверей в ростовском зоопарке может каждый из нас, взяв под опеку любимое животное. Юлия Сурикова, Лев Клинов, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Человек планеты освоил еще один вид спорта. Таганрожец Сергей Бурлаков взял золото всероссийского показательного турнира по пара-карате. Черный пояс и первый дан получил спортсмен с четырехкратной ампутацией. Сейчас Сергей готовится к чемпионату мира по пара-карате в Германии. Так начинается каждая тренировка спортсмена. Сначала приветствие, разминка, а потом бой с тенью, отработка элементов атаки и защиты. Японцы этот комплекс упражнений называют ката. Сергей Бурлаков – человек планеты. Этот титул он получил, пробежав на протезах марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров в Нью-Йорке в 2004 году. Инвалидность получил еще в армии после ДТП. Боевым искусством занимается всего полгода. Но это не помешало подготовиться к всероссийскому турниру, который проходил в Пушкине Московской области. Добиться победы в такие короткие сроки помогла хорошая физическая подготовка. Сергей выступает в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и триатлону. Неудобства одни только могут быть – отсутствие рук и ног, если говорить про неудобства. А все остальное – на то и голову, чтобы подумать, как применить себя в карате. А начиналось все с самого натурального, с самых первых азов, с того же самого пресса. Просто ложись и давай качать пресс. С этого все и начиналось. В пара карате не проводят кумите – поединки. Спортсмены бьются только с тенью. Это упражнение Сергей Бурлаков тренировал три раза в неделю по полтора часа и смог взять золото. После чего получил диплом о присвоении первого дана и черный пояс. Познакомился с Сергеем и я смотреть начал на эти вещи немножко другими глазами. С первой тренировки было, конечно, немножко жутко, потому что он не знал, что там делать. Он пришел в зал, встал против меня, и мы начали, в принципе, все наши моменты тренировок по паре карате. Мы к ним пришли своим умом. Любой человек с инвалидностью может заниматься пара карате. Ограничений нет. Но пока этот вид спорта слабо развит в России. Многие спортсмены хотят выступать, но не хватает тренеров. Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, ДОН-24, Таганрог. Никита Медведев стал самым непробиваемым вратарем России, побив 17-летний рекорд Руслана Нигматулина. А ростовские гонболистки дважды разгромили команду Трифилова-Кубань и вышли в финал чемпионата страны. Спортивные подробности у моего коллеги Романа Саганова. Физкульт-привет. Своё право называться рекордсменом Никите Медведеву пришлось доказывать с самого начала игры с пермским Амкаром. Но наш голкипер ни разу не дал в себе усомниться. И партнеры, чувствуя надежную поддержку с тыла, смело шли в атаку. Во втором тайме вышедший на замену Бухаров воспользовался передачей Манделевца и не оставил шансов вратарю гостей 1-0. Этот счет продержался до финального свистка. И Никита Медведев стал рекордсменом. Его сухая серия 952 минуты. Самая продолжительная в чемпионатах России. Сегодня была главная победа, главная три очка. Главное мы выиграли. Игра была очень нервная. Играли в большинстве. Тем не менее соперник создал нам большие проблемы. Но очень рад, что выдержали. И сегодня победили. Возможность продлить серию и замахнуться на сухую тысячу Никите предоставится уже в субботу в гостевом матче против Тульского Арсенала. Дважды разгромили команду Евгения Трифилова и вышли в финал чемпионата страны гонболистки Ростов-Дона. Наши девушки взяли реванш у тренера сборной за прошлогодние поражения в решающих матчах и уверенно идут к российскому золоту. В Краснодаре Кубань была обыграна 31-24, в Ростове еще крупнее. К перерыву было плюс 4, 15-11. Здорово у нас действовали вратари. Так что все отлично сложилось. И мы этому рады, что все произошло в двух матчах, две победы. И мы не стали тратить силы на третий матч. Во втором тайме со старта рывок 5-0. И дальше дончанки только наращивали преимущество. Раз за разом убегала без шансов для Кубани Юлия Моногарова. И в итоге реализовала 6 бросков из 6-ти. А команда победила 32-21. И теперь готовится к финалу с Ладой. Первый матч 18 мая в Тольятти. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Пока-пока. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. Коллектив телеканала Дон-24 поздравляет всех ветеранов и всех жителей Ростовской области с Днем Великой Победы. До встречи через неделю. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин